Доброе-доброе утро всем! Сегодня 16 сентября. Начинаем новый день. Проснулись сегодня попозже в 8. Всех накормила и сейчас будем с вами завтракать. Сделала что? Яйца, как всегда и как часто. Мы очень любим. Морковку сделала со сметаной и сахаром. Немножко сахара. Хлеб с сыром в микроволновке растопила. Я пью какао. Чего-то с утра захотелось. А Михалыч кофе. Мы идем с тыечкой гулять. Сейчас ездили за посылкой. Еще не распаковывала. Пойдем прогуляемся. И поехали за посылкой. Михалыч говорит, что куда еще поедем? Домой? Я говорю, ой, нет. Забыла. Мне соседка Раиса Ивановна ссылку кинула со светофора, что горбуша там пришла. По 199 рублей. Ну там на Вавеличковской было. Ну и мы подумали, что в нашем светофоре тоже. И правда. Приехали. Хорошая такая рыба. Прям свежая, незамороженная. Я взяла две штуки. Одну себе, одну Маше. В итоге стала ее разделывать. Одна рыба прям хорошая, хорошая. А другая разваливается в руках. Как ее так? Ну, пока не разрежешь, не увидишь, как говорится. И я что придумала? Я ее сейчас отварю. Друзья, нас сегодня любимый Васильек снова обрадовал. Прислали посылку. Мой заказ на обзор. Значит, я начну с платьев. Показываю. Последнее время, из-за того, что у меня вес туда-сюда гуляет, я люблю заказывать вот такие платья. Я имею в виду талия завышенная, кокетка такая, и потом идет раскрешенная юбка. Очень удобно. В плане того, если 2 килограмма плюс, 2 килограмма минус, что со мной происходит. Я обычно заказываю то 50, то 52. Вот это у меня размер 50. Да, и халат тоже 50 размер. Например, вот такое платье называется Полянка. Еще у нас очень теплое, поэтому я в нем с удовольствием буду ходить. Померяю, покажу. Следующий халат. Не менее зеленый. Я уже его прикидывала на себя. И покажу Вам. Такой, знаете, тонкий трикотаж, но не совсем тонкий, он не прозрачный. И в то же время он очень легкий. Вот я один халат из василька уже износила до дыр буквально. Я его носила с ноября месяца. И зимой мне в нем было комфортно, и летом тоже. Вот это вот халат на замочке. Тоже 50 размер. Цену я Вам напишу. Да, 50 размер. Называется Гладиолус. Хотя, здесь гибискус и монстера листочки. Но не важно. Главное, он такой яркий, красивый. И самое главное, он не марки. Если даже посуду мою, где-то жиром брызну, не страшно. Курочкам можно ходить, радовать их. Вот такой халат. Тоже померю, покажу. Ксюшка у нас пошла в школу. Я ей выписала такие носочки. Носочки. Я их разворачивать не буду. Я хотела развернуть, чтобы тут не шелестеть. Но, оказывается, каждая пара завернута тоже в такой же мешочек. Поэтому не буду шелестеть. Носочки здесь набор 6 штук. И они... Посмотрите. С рюшами. Сейчас еще тепло. И в школу Ксюшка может ходить именно в таких носочках. Еще долго, до конца сентября. Эти носочки на возраст 4-5 лет. Смотрите, друзья, что еще выписала. Я только зашла в отдел полотенца. Там столько новинок к Новому году. Посмотрите, какая прелесть. Это же чудо. И я решила эти полотенца взять в подарок. Это набор полотенец. Три штуки. 45 на 60 размер. Очень хороший. Вот они три штуки. Такие яркие. Такие прям детские. Даже зиму захотелось. И захотелось Новый год. Посмотрите, какая прелесть. Стоит такой набор 181 рубль. Там очень много таких наборов. Именно с зимними рисунками, зимними новогодними картинами, принтами. И цена 189-198 рублей. То есть там будет разница от размера. Я вот такие выбрала. Еще я выписала шторы. Это рогожка. Вообще-то это кухонные шторы. Но я их выписала для веранды. У нас на веранде до сих пор нет штор. Вот такую расцветочку не маркую выписала. Это серенький цвет. Размер я вам укажу. И цену за этот набор тоже укажу. Тут еще есть подхватки для штор. Но они мне точно не понадобятся. Потому что шторы просто будут прямо свисать. Мне понравилась именно расцветка. Смотрите, лаванда, цветочки. Такой прованс. И опять же не белый фон, а серый. Потому что веранда есть веранда. Там пыль может быть лететь. И я думаю, что рогожка не выгорит на солнце. Но потом проверим. Тоже удачный очень комплект. Я таких комплектов в комплекте по две шторы. Я таких комплектов выписала два штуки. Вот еще один комплект. А это я выписала внучкам. Это кот Басик. Всем известный. Многим известный, да? Посмотрите, зайдите на сайт Василек. Там столько этих котиков. Я разворачивать не буду. Я вот так упаковочку девчонкам увезу. И потом могу заснять и вам показать. Ну вот такой халатик. Я боялась, что не войду в него. Нет, все хорошо. Правда же? Мне нравится. О, прям вот так. А что, вы спите, что ли? Почему света нету? Так, все спрятались от нас. А вы нас покормите хотя бы? Конечно. Чаем. Либо сливу кусайте. Ой, спасибо тебе огромное, добрая душа. Привет. Либо яичницу кусайте. И яичницу? Либо, ну, так кусайте. Дети, мы идем и слышим, котенок где-то мяукает. Он в коробке. Да. А мне еще котенка не хватало. Маша. Я шучу. Пожалуйста. О, не правда, что ли? Да. Его Басик зовут. Представляете? Только аккуратно, он маленький. У него мамы нету. Все, не нравится, тогда я заберу его, ладно? Не, не. Акратно, он там как-то пришит, что ли, в коробке. Как его не лежит. Еще на фабрике. Вот. У него тут ценник. Это не ценник, это фирма, фирма. Ой, какой. Деда, тебе нравится? Я тебе скажу, что ли. Спасибо. Тут очень сложно. Ты теперь за собачки вынужден на окне, да? В мелкие игры играть. Давай еще. Вот еще тебе небо. Даже коробочка. И еще в ровные края. Да, спасибо. Играйте на здоровье. Не, 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 зачем? Видишь? Чего ты хотела оккупировать хвост ему? Ну, здоровье, чего тебе? Думаешь, откуда он такой? Не знаю. Василек, любимый. Василек? Василек тебе, да? Не может быть такого. Отвечай. Потому что я знаю, что он у нас еще не стоит. Ну и он там тоже дорого стоит. Это что-то ухо какое-то. Тима, я знаю, ты с ним будешь спать, да? Да. Да. Может так? Вот так. Все, все, все. Тот, это ушко. Тот, подожди тут. У него нет ушек. Какое-то вот это вот место. Это тебе. Спасибо. Пожалуйста. Будешь в школу ходить. Будешь в пятерки ходить. Так он тебе на столе не повесит этот пазл. Ой, ой. Нянька такая. Да, Поля? Джессика, не лезь. Ксюшка уже нарисовала. Басика. Вот это да, молодец. Даже одежда такая. Фу. Да, это Басика. И лапки. О, как похож, правда. Иду дома. Подожди, ты хотела рану показать и рассказать, что случилось с раной твоей. Где ты рана? Ну, рана у тебя какая-то была. На попе, помнишь? На попе. А что случилось? Не, не показывай. Нельзя снимать. А что случилось? Джесси меня поцелапала. Джесси? А ты на полу лежала. А, лежай. Вот еще тут. А я очка есть. Давай с тобой попрыгай. Басик. Я ведь вам не поленилась, залезла, шторы повесила. И у меня же скатерть вот такая есть. Не знаю, кому нравится такое сочетание. Может быть, кто-то и сделает, да? Вообще, в Васильке есть еще точно такие же скатерти из такой ткани. Если вот так на праздник можно будет постелить. Они, конечно, вот так просятся. И не с длинным тюлем, правильно? Ну, примерно так. Еще хорошо было бы, если вот эта вот захватка, охвата, вот здесь вот так, да, крепился на стенку. И здесь так же можно сделать. Ну, я на кухню шторы не хочу. На Новый год буду вешать. Например, вот так. Как он? Так, вот здесь симпатично, да? Все, я снимаю и оставляю только тюль. А эти у меня пойдут на веранду. Результат тоже покажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова